всем привет господа у нас жара смотрите 100 градусов показывают датчик 99 99 только мы на него посмотрели надеюсь вам что-то видно там значит всем привет мы сегодня вот все вместе как все вместе жена моя я и дочка в общем я с девчонками я с девчонками едем куда-то я еду забирать свой трачок а мы едем гулять а девочки едут гулять за платьем точнее я может быть я надеюсь что уже все карантин и открылись тату салоны мне нужно пробить ухо одно у меня заросло ой маски я маски у меня нету маски а тут в машине нету масок значит окей без масок едем если что будем искать значит ну что сережки у жены моей есть кажется у меня все получилось это ее как бы сподвигло к тому чтобы она пошла доколоть свое одно ухо ты кстати захоронил то как мы там вот пытались уже ну конечно конечно мы пытались но я его никогда не выложил то видео да мы же так и не прокололи что может быть в детстве и юношестве уши а потом я как-то на них плюнула и перестала носить и они заросли я вообще-то в детстве раз пять себе прокалывала уши так что да я наверное здесь добавлю то видео когда мы ездили с тобой это было несколько месяцев назад была попытка номер один неудачная но было так слушай ну я тебе могу сказать что сегодня я кажется получаю за сегодняшнее видео ты там ящики в костка тягала сама я и не знал что ты их тягала а я теперь получаю вот как-то ты сегодня комментарии не читал поэтому ничего не знаю ничего не слышал говорят что ты бедная тягаешь такие тяжести я бедная ну не знаю или не бедная но я не считала себя бедной мужиков полный дома отягаешь сама ящики ну так же не пойдет заботятся обо мне и на самом деле в тот момент я был на работе где-то старший сын был тоже на работе а может и средний тоже полна работе я люблю ходить по магазину 1 покупать продукты и даже если мне придется потягать ящики ради удовольствия я на это не обращаю ну короче во первых то есть это необычная ситуация но так как-то получилось в общем наш косячок ну ладно уже переживем ты переживешь одна я да ты я уже перед тела нашел свитер и пережили сейчас друзья надеюсь вы тоже переживете ну так бывает иногда не всегда все могу сказать что ящик тот не тяжелее чем двухлетний ребенок ну понятно поэтому ты опытная у нас ну понятное дело мы нас мы дели и очень бережем все нормально не переживайте вот сейчас дочка идет ее сопровождать прокалывать уши я парочник крепкая то мы знаем мы знаем значит ну таким образом поэтому такие планы на сегодня значит что еще сказать да больше ничего просто едем прокалывать уши меня там не будет конечно я вот просто здесь так вначале скажем так выговорюсь и все и после этого выключаю камеру берут рачок и возвращаюсь домой и буду не знаю монтировать видео наверное и включу наверно лифт попробую словить кин заказы в общем такие планы такие дела надеемся у вас все нормально ребятки значит такое сижу сижу вечерком монтирую видео тут раз звоночек смотрю мой друг виталик помните он проходил мимо когда я только лодку купил сидел на лодке он проходил рассказывал про рыбалку он звонит слушай много рыбы наловил можно тебя гостить его с удовольствием давай вот сейчас привезет рыбу поэтому иду встречать у нас сакраменто сейчас очень хорошо идет селедка все ловят селедку раз посмотрим какая там селедка пошли встречать он сказал далеко я минут пять он от нас живет тут рядышком ты ему лодку свою будешь показать и он видел ее у него есть она лодки нет у него с берега ловит или с моста какое-то ты был когда мы с дядей вити ловили или нет вот помнишь что-то моим это он он нам рассказывал подсказывал все да он ведет вы лодка а его как раз когда купили принали он как раз проезжал мимо он тут живет два квартала от нас или три вот поэтому сейчас посмотрим у кого мне снимать но не себя ж мне снимать дерево дерево снимать не так интересно смотреть на дерево когда тебя на тебя интереснее смотреть понимаешь как я уставший ты уставший на тебе еще можно какой-то артист даму уставший заход что ты расскажешь танцуешь ох ты танцор наш там мой друг привет заходи сюда великой закатывай поближе так что рыбалка сегодня перла да так у тебя youtube канал есть да есть кстати ребята подписывайтесь на youtube канал виталика как называется виталийс фишин надо мне просто здесь сделать link link под этим видео сделать и может быть кто-то зайдет посмотрите какие какую рыбу ловит там он рассказывает все я кстати буду делать видео на это как я сегодня ловил ты эту неделю по моему классно туда тоже если вдруг кому интересно подписывать виталик он просто постоянно на рыбалке и постоянно ловит реально классную рыбу вау сколько там штук 13 по моему дути шут и так много нам даешь а ну захарик открывая посмотрим она еще живая или нет но уже все я думаю все уже уже откинулась понятно смотри какая селедка но открой побольше пошире открой смотрите 12 селедок виталик спасибо огромное круто на дошел и теперь придумает что с ней делать засолить просто до пожарить и тоже можно круто ну позови никиту с назаром они хотели свою познакомиться круто о ничего себе нам повезло сегодня виталик спасибо огромное заходи hey boys вот познакомьтесь с моим другом так у меня здесь капает маму пазы а ты где работаешь кстати я на construction а что делаешь то там мы стены ставим ну понял слушай классно так что пацаны учиться рыбалки вот виталиком вместе раз и на рыбалку и огонь лют смотри виталик нам тут рыбы притащил я только тут накапал уже надо еще один пакет какой смотри сколько идет там целая куча это селедка это селедка смотри большая какая круто ты с моста и ловил или откуда не чуть дальше там просто с берега до середку легче всего ловить без наживки даже да просто на голый крючок ну что круто ну чё можно и жарить но она будет много костлявая да конечно естественно классно спасибо уже спасибо огромное круто мы любим райбота да только надо еще тебе надо же найти рыбачить потому что кто будет чистить ну я буду чистить и чушь мне делать остается я буду чистить уже хорошо виталик огромное спасибо тебе еще раз мы уже две штучки почистил уже чистишь за зову детей они говорят не мы магазине почищенную купим прикинь мне штыдно стал до что они не умеют чист рыбу за конечно как-то нехорошо заставлю всех по одной рыбе не почистить это хорошая идея если будем вонять рыбой то чтоб все уже семейством дружно это большая селочки не вся большая есть маленькая есть вот смотри она вещь и швальца большая грамм-то меньше чуть-чуть и средняя круп разные абсолютно раз здоровых много тут шут 10 штук или скоб она кстати может быть с икрой сейчас говорят идет она с икрой поэтому это икру пожарен я по крайней мере хочу пожарить но я привыкла к селедке она более худая доброе утро доброе утро вы на канале фэмили бас сегодня мы продолжаем делать контент ребят значит обычный день начинается я вот жарю завтрак на завтрак сегодня буду жарить икру из селедки которую вчера мне виталик принес вот сейчас попробуем что из этого получится да ну что получается не знаю ой брызгается забрызгался забрызгало меня это петя у меня любитель икры и вот молочка от селедки я такой не очень люблю молочка соленая честно первый раз в жизни пришел поджарить не знаю что из этого получится у меня обычно соленую соленая как вот это люблю очень у меня папа рыбак был я вот в детстве помню жареная икра со щуки когда полная сковородка икрой со щуки вот это на вкус помню вас селедки чё-то я не очень попробую я не знаю я наверное селедки тоже ни разу в жизни не жарил это как бы такой просто не знаю проверим как это будет работать я будем пробовать так ну что ребятки в общем завтрак у нас прошел успешно я нажарил вкуснятины себе слушай вкуснятин ты чё дал по своему окончательно дал никак вот шок не давать ну давай наверное нам не снять все-таки себе весы свои значит весы могу вам сказать 235 паунтов сегодня показали я на самом деле когда закончил программу это дня три-четыре назад было я был 236 сегодня вчера уже было 235 то есть еще на паунд ниже стал хотя по сути как бы вернулся в обычный режим жизни в плане питания значит поэтому уже кушаешь мясо море ну мясо немножко так кушаю так вот чтоб стейки нет не кушаю а так вот где там в подливе чуть-чуть и где-то так вот по чуть-чуть в холодце да конечно такого холодца вкусного удержаться значит смотрите значит результат моей программы я когда начал самом начале я весил двести пятьдесят три четыре там паунда вам показал уже на весах видите ты на экране пожалуйста напиши сколько это в килограмм хорошо вам когда я показал на весах было двести пятьдесят паунтов значит сегодня у меня двести тридцать пять то есть 15 это 18-19 паунтов то есть где-то приближались тому что скоро будет 10 килограмм минус поэтому в общем нормально пузо слегка ушло значит футболочки стали послужить свободнее не натягиваются и не так меня как сказать облегают поэтому в общем не знаю я доволен смотри да я нормально никого не догоняю родная ну что ты на меня наговариваешь значит все нормально с программой все в порядке да хотел вам рассказать вот какую штуку вчера вечером уже где-то около 11 ночи не немножко раньше отмотаем события назад значит вечером я решил думаю так давно я не работал на упере и думаю проекты мы все сделали там еще два или три дня назад пожар тут пока еще там идут подтверждения все как сказать мы успеем все соглашение это еще может и месяц занять пока мы его получим понятно что как бы для клиента это всегда не очень хорошо но иногда он сам там тянет резину что-то непонятно чего потому что иногда там короче куча документов надо подписать куча согласований должно произойти между страховой компанией нашей компании клиентом еще посторонними компаниями которые тоже будут участвовать в процессе восстановления их дома значит поэтому проект пока просто завис он где-то там лежит у нас когда он придет мы не знаем на следующей неделе мы едем в вашингтон и я такой без работы сижу думаю так пора надо работать возвращаться к уберу у меня какая проблема получилась моя машина она не может пройти смог чек а без смог чека я не могу пройти регистрацию а объясни что сейчас сейчас расскажу регистрация это каждый ежегодный налог на машину и просто обновление регистрации что типа в машина все в порядке смог чек это проверка выхлопных газов чтобы ты не загрязнял окружающую среду и она есть только кажется в калифорнии других штатах и большинство штатах нету это чисто калифорнийская дурь я так скажу окей мы живем с этой дурью значит так и назови ролик калифорнийская дурь калифорнийская дурь это будет про наркотик про наркотик ну ладно зато просмотры тебе будут все это попробовать и правда значит смотрите значит поэтому я собственно говоря думаю ладно надо попробовать а убер меня заблокировал в их заблокировал просто приостановил действие моего аккаунта потому что моя регистрация просрочен нужно обновить нужно ее обновить я пытаюсь обновить они говорят не можешь пока смог чек нам не предоставишь еду этот смог чек проходить смог чек она не проходит говорят а тебе надо там такой сенсор поменять поменял тот сенсор заказал поставил не опять не проходит в общем значит думаю ладно давай-ка я попробую на лифте на лифте все как-то по-другому срабатывает и на лифте у меня больше категории открыто поэтому я включил black думаю включился меня и лифт не заблокировал все отлично включился просидел вечер вчера ни одного заказа не было и вот уже ближе к 11 как раз вот это селедку мы с тобой виталик приняли привез нам селедку мы ее почистили порезали все как говорится расчленили и это самое и в итоге я смотрю бац у меня заказ идет смотрю black xl то есть это самый дорогой заказ и самая дорогая категория и я думаю ну ладно 15 минут ехать за клиента почему бы не поехать хотя непонятно насколько там долларов ну думаю ладно в любом случае доллара 30 40 будет поехал значит история началась того что подъезжаю выходит один один мужчинка такой лет не знаю под 60 я думаю значит ну и сейчас еще три человека запрыгивает меня на переднее сиденье я уже закрываю глаза на это хотя по правилам то принципе я имею полное право его не пускать на переднее сиденье вот почему потому что что ковид же у нас как сказать бушует в округе и поэтому нам надо защищаться новое правило связи с ковидом на переднюю сидушку не садится значит после этого идут две барышни такие тоже на веселе они после ресторанчика и за ними еще четвертый мужчинка короче две семьи там это все получилось значит две парочки значит все такие на веселе все слегка подпитые все хорошо они говорят слушай а сначала насчет масок вопрос все же должны быть в масках я сразу с перепугу натянул на себя маску на виду выхожу и встречаю значит они увидели меня в маске по маске а а потом женщина видно очень находчиво одна а мы кстати вакцинировались поэтому нам маски не нужны это далеко не факт что они вакцинировались но отмазка хорошая если лда без проблем где тоже не нужны снял свою маску вздохнула облегчена разом вакцинировались я сниму вас они тоже все вздохнули облегчённое и мы в общем весело загрузились в машину и начали ехать а не слушай чувак давай заедем в макдональдс они же с ресторана понимаете в чем фишка ребята такие ну как сказать не пацанского возраста такие уже взвела в возрасте из хорошего ресторана забираю уже выпившие и они говорят в макдональдс визи нас я говорю ну хорошо поехали в макдональдс какие проблемы и вот и подъезжаем к этому макдональдсу и это они после хорошего ресторана после выпивки этот мужик говорит так мне говорит самый большой хот-дог какой у вас есть и кока-колы две большие таких два больших стакана ну что это привычка как думаешь я не знаю может быть они сначала поели потом пили долго веселились там болтали и так далее потом проголодались и хотели еще поесть а видно не могут наесться едой которая в ресторане и в общем поэтому и в макдональдс подавали в общем приехали мы в макдональдс макдональдс светится но выглядит как будто закрытый закрытый поехали в другой а потом кто-то из них да ну давай проверим таки подъезжаем говорим hello нам отвечает голос hello и оказывается макдональдс работает там уже в 11 часов ночи мы делаем заказ они говорят ты первый заказываешь что ты будешь брать себе я говорю да я не вы чё я же после похудения я ничего не буду брать себе нет ты должен что-то взять иначе обидимся и вы знаете очень так по-русски по-русски вот наверное как там это самая такая как сказать славянская душа там где-то в глубине была закопана потому что он меня прям ну заставлял понимаете дедушка какой-то я это самое ладо кофе давайте кофе берем значит он говорит да да кофе и еще картошку фри ему сделаете самую большую в общем они себе набрали всякой еды мне картошку фри и кофе он поставил мне здесь я такой вкусной картошки еще никогда в жизни не ел сегодня они приготовили специально нас лучшую картошку поэтому ты должен попробовать я говорю чувак я только что похудел куда ты меня заставляешь в одиннадцать ночи картошку он говорит жена с тобой худела такими хитрыми глазами на меня смотрит да конечно он говорит слушай я ей не скажу давай ешь картошку в общем заставил меня я там съел пару картошечек в общем кофе даже не притронулся и в общем они поехали в даунтаун сакраменто это где-то из района хаво авеню если вдруг кто-то здесь ориентируется значит в даунтаун они живут в даунтауне такой красивый райончик старый райончик с большие деревья в общем все красиво то есть не бедные явно выходят они значит одна парочка вышла в одном доме другая парочка вышла в другом доме через там буквально пять кварталов и когда она выходит она говорит смотри мы ели картошку фри но смотри у тебя машина осталась чистая как была я говорю все спасибо все отлично в общем она мне говорит хорошо ну и понятно этом двери вышел им открыл там все как говорится как в лучших домах лондона и парижа значит и это самое и и они вышли она говорит окей смотрю полезла в кошелек для любого таксиста вы знаете это сразу так жизнь становится веселее более все удачно когда женщина полезла в кошелек это значит ну хорошо значит и она достает мне аж 10 долларов вручает ну в общем я понимаю что 10 долларов это не 100 долларов но все-таки 10 долларов это очень приятно поэтому вот такой заказе не дают 10 долларов который захожу проверяю в общем когда проверяю вижу что мне еще 75 заплатили по приложению в общем общий то 85 долларов примерно там полчасика минут 40 я с ними на них потратил то есть мысли отвезти привезти и домой вернуться вот вот такие заказы иногда бывают поэтому вот вчера начал опять подрабатывать после перерыва наверное уже месяц или полтора или два получается не работал в береглифте поэтому вот такая вам история из моей рабочей жизни дороги как будто бы специально нарывается чтобы его кто-то сбил просто выходит на дорогу не будет агрессивно на нас что мы его снимаем улыбается наоборот снимает снимай снимай его думаешь снимать? да конечно что он ругается? нет нет asan ответ к это нет Продолжение следует...